Праздник родного слова Домович, Кузьма Черный, Тишка Гартный. Благодаря многообразию имен, значимых для культурной жизни Беларуси, Кополь обошел в борьбе за право проведения праздника городок Витебской области и Давид городок Брестской. Источник национальной гордости и вдохновения. Белорусская письменность отметила традиционный и ожидаемый праздник в древнем городке Кополе. Особое событие в культурной жизни Беларуси, для которой родной язык – это предмет гордости и носитель колорита. Именно на белорусском языке до нас дошли главные фольклорные особенности народа – сказки, песни, стихи и повести. Белорусская литература создает ментальность целого народа, и именно это постарались отразить организаторы в локациях и развлечениях, подготовленных к празднику. Девиз события – слово нас объедновывая. Мероприятие приурочено Году народного единства. Почетных гостей встречали тематической экскурсией по аллее с буквами, каждая из которых стала символом именитого человека или события в культурной жизни Кополя. Далее главное действие переместилось уже на центральную сцену. Тут проходила торжественная часть праздника – награждение лучших в сфере писательства. Почетные гости открыли церемонию добрыми словами приветствия. Поздравительный адрес от президента Республики Беларусь зачитал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко. Уваженные сябры, щиро витаю гостей и удельников Дня беларусского письменства. Все лето у год народного единства свято проводится на Прогожей Копыльщине, где народились многие знакомитые деячи Беларуси. У життя народа литература завсёды была важнейшим сроком познания света и выхования особы. Творчость Максима Богдановича, Ивана Шамякина, Кондрата Крапивы, Ивана Мележа и инших айчинных письменников и поэтов, юбилеи, яких будут отзначены подчас форуму, являются неучерпной крыницей национального вонару. Свои поздравительные и приветственные слова участникам праздника адресовали и другие почётные гости, которые отметили масштабную подготовку, проделанную в преддверии Дня письменности, а также гостеприимство местных жителей. Выбор Кополя абсолютно не случайный. Более 50 известных писателей, поэтов связаны с Копольщиной. В их часть мы открыли нашу интерактивную аллею. Вы знаете, мы постарались все вместе преобразить Кополь. Я надеюсь, что это у нас, может, не всё, но тем не менее получилось. Городское пространство, объекты социальной сферы, объекты промышленности, торговли, ну, мне кажется, что они обрели какое-то новое дыхание. Великолепные наши, какой-то, мне кажется, вот новый образец нашего творчества, вот эти фигуры из рулонов соломы. И на самом деле они, ну, народное творчество в лучшем смысле этого слова. И вы знаете, на одном из таких объектов слова «Копыль витая», на мой погляд, эти слова повинны стать брендом Копыля, для того, чтобы не только местные жители, многие гости, приезжая сюда, в этот прекрасный край, изучая его историю, любуясь им, они чувствовали, что Копыль витает. Святком Копыли – одним из самых старожитных городов Белоруссии. Захование памяти промянуло и отчины, бережливые относины до духовной и культурной спадщины, обумолливают сдольность будовать будущую без отрыва от достигнений попередних поколений. Награды, дипломы, пожелания дальнейших успехов для всех работников слова – все это стало украшением праздника. Встретить любимых авторов-земляков или познакомиться с новыми талантами. В рамках церемонии зрители также увидели много творческих, тематических номеров – вокальных и танцевальных. Вся палитра исконно белорусского творчества – от древности до современности. Лучшие книги и авторы, писатели и учителя – все они стали пазлами огромной картины, составляющей белорусскую письменность отдельно и творчество в общем. Среди награжденных и наши землячки – поэтесса Ирина и автор-исполнитель песен Алена. Я принимала участие в областном поэтическо-музыкальном конкурсе «Открытым сердцем. Чую клич Родимы». Для меня было неожиданностью получение диплома второй степени. Это очень приятно, для меня это очень значимая победа. Критерием этого конкурса – стихи о Родиме. То есть в самом названии заложена тема, так сказать. Мои стихи были о нашей республике, о малой родине. За авторскую песню – это вау. Это вау, это не сравнится ни с одним другим конкурсом. Просто исполнительство на другие песни. Какие творческие планы на ближайшие подъемки готовятся? Очень активные. Развивать свою студию, которая, кстати, находится в городе Сарегорске. Я учу и взрослых, и детей. Также участвовать самой, быть автором, продолжать читать, писать и так далее. И стихи и песни я пишу. Ну и развиваться как педагог, как артист. Минщина читающая. В рамках Дня письменности каждый город нашей области подготовил самостоятельную локацию, рассказывая о работе местных библиотек и средствах массовой информации. Библиотека в современном мире – это ведь не просто архив знаний, но и площадка для самовыражения. У каждой библиотеки города своя история развития и свои смелые проекты, мастер-классы, интерактивные занятия. Тут на площадке каждая библиотека показала свою особенную изюминку и все самое интересное для гостей праздника. Мы сейчас представляем, например, такую игру «Занимательная Геральдика», которая знакомит желающих с гербами Республики Беларусь, Минской области, областей Беларуси и наших городов Минской области. Это очень интересно и познавательно. Считаем, что здесь можно тоже много узнать об истории нашей страны. Также в нашей библиотеке есть коллекция автографов, книг с автографами, которые насчитывают больше тысячи экземпляров. Но мы сюда привезли пять книг, которые связывают наш Борисов и город Кополь. Это пять белорусских писателей из Кополя, которые в свое время, в разные годы, в 70-е, в 50-е, в 90-е были в Борисове, в нашей библиотеке, оставили на память свои автографы. К слову, многие библиотеки занимаются еще и инклюзивным направлением. Например, десятиклассница из Луцка Ульяна приехала в Кополь с собственной выставкой колокольчиков, которая хранится в библиотеке города. Девушка-инвалид по зрению, однако, занимается творчеством и к своему увлечению приобщает других. Гимн пою о своей Синеокой с поэтичным названием «Белая Русь». Леса, озера, реки и протоки. Тут настоящий заповедный край. Страну зовут не даром Синеокой. Пейзаж такой, хоть в сказку помещай. Здесь города с историей богатой. Они и так много могут рассказать. Как крымский хан Батыгирей когда-то наш город Слуцк не смог завоевать. Наша центральная библиотека также представила свою масштабную локацию на суд зрителей. И, к слову, работу оценили очень высоко. Библиотека получила заслуженную награду за свои авторские проекты. Гордимся нашей интерактивной площадкой, потому что она, наверное, самая белая, самая современная, самая яркая во всем Кополе. И мы ее долго готовили, привезли свои идеи. И, наверное, самая крутая идея, та, что за мной. Это IQ-мем. Дорасти до письменника. Интеллектуальный мем, который приблизил наших письменников. Мы переодели их в современную одежду и приблизили к нам, к ныне живущим. И просто рассказали о том, что они есть, что они обычные люди. Кроме того, в рамках выставки состоялась еще и презентация книги солигорской писательницы. На фестивале письменности я сегодня презентовала два своих поэтичных сборника. Один называется «Табеу Долони» и детячий сборник называется «Каски бабули Вали». У меня были вельми текавые слухачи, и я с великим задовольнением читала им верши народной мови. Церемонии награждения, презентации и творческие выступления растянулись буквально по всему городу. Тут можно было и погулять в литературной аллее и встретить необычных персонажей, например, живые скульптуры, увидеть костюмированные представления, посетить настоящий передвижной музей и даже поучаствовать в военной реконструкции. А еще много-много эмоций, живой музыки и добрых, открытых людей. Понравился концерт, который присущил представлению в лесу и, в общем, развлекательная программа, которая была. Я сам участвовал в концерте на этом конкурсе всяком. Ну, впечатление очень хорошее, сходил на лавский бой, мне очень понравилось. Я думаю, еще куда-нибудь схожу на такие бои посмотреть, тут нравится. Настроение хорошее, праздник тоже отличный. Посмотрели почти все. Открытие впечатлило, лавский бой. На самом деле, вообще, понравились взрывы, вспышки для детей, очень интересно было. Ну, и нам, в принципе, там же про историю рассказали немножко, поэтому интересно было узнать. Очень много всего, мы еще вот в той стороне не ходили, поэтому, да, все очень здорово. В принципе, город небольшой, но очень много всяких мероприятий здесь, чтение, там поют, там танцуют, там стреляют. Очень интересно, побывали на реконструкции этого боя, интересные конкурсы, игрушку выиграли, провели хорошо время. Приехала сюда с своим классом и другими классами нашей школы. Впечатлил бой сам, очень, да, атмосферно, очень круто, очень это удивило даже. Это запомнится, наверное, всю жизнь. И мы не оттюдово, мы не местные, но вот Кополь будет для нас уже таким местом очень запоминаемым. Настроение отличное, пришли с родственниками, с подругами, с друзьями. Ну, мне понравилось то, что горки высокие, они недорого все. Ну, первый раз на таком празднике, эмоции положительные, все очень сильно нравится. Я пришел сегодня с друзьями, запомнилась грандиозная программа данного праздника. Так много народа приехало сегодня в наш город. Кополь передал эстафету Дня письменности Добрушу, и значит, через год праздник приедет уже в Гомельский регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова